Предвыборная агитация только на государственном языке. Такие поправки прошлым летом принял Сейм. А в этом году в марте партия Согласия обратилась в Конституционный суд, чтобы эту норму оспорить. В партии говорят, они обращаются к избирателям обычно на двух языках, на латышском и на русском. Поэтому новая норма, цитата, уменьшает шансы быть услышанным. В рамках рассмотрения дела суд Сатверсма попросил заключение у омбудсмана, соответствует ли ограничение на агитацию сотой статье Конституции Латвии. А звучит она так. Каждый имеет право на свободу слова, которое включает в себя право на получение, владение и распространение информации, высказывание своих взглядов. Цензура запрещена. Конец цитаты. Публикация ответа омбудсмана доступна на сайте бюро. В нем подробно описаны аргументы обеих сторон. И вот такое заключение. Приняв оспариваемую норму, польза, которую получит общество от укрепления конституционной роли государственного языка, недостаточно соизмеримо с риском, который такое ограничение представляет для плюрализма демократического общества. Поэтому, по мнению омбудсмана, оспариваемая норма закона не соответствует сотой статье Сатверсма и, следовательно, несовместима с основными ценностями демократического общества. Пока дело рассматривает суд Сатверсмы, от подробных комментариев бюро омбудсмана воздерживаются. Но ИСЦ считают, что юридические аргументы на их стороне. Говорят, при рассмотрении подобных дел в Болгарии и Турции, Европейский суд по правам человека выносил положительное решение. Свобода выбора, как высказать своё мнение, это является свободой слова, и язык это является просто одной из форм высказывания своего мнения. И в данном случае закон чрезмерно ограничивает высказывание своего мнения и, по сути, подрывает демократический строй, потому что выборы – это вершина политической дискуссии, когда самая острая конкуренция и когда очень важно, чтобы были представлены разные мнения и чтобы эти мнения дошли до избирателей. Все ограничения форм и все запреты на высказывания, они, по сути, ослабляют демократию. Одни из инициаторов запрета агитации на русском – депутаты Сейма от объединённого списка. Заключение омбудсмена, которое расходится с их позицией, в партии комментируют так. В выборах могут участвовать только граждане Латвии. Граждане обязаны знать госязык, поэтому вся коммуникация должна быть на латышском. Я не вижу рационального основания для дальнейшей дискуссии тут. В России выборы на русском, в Украине, на украинском, в Латвии на латышском. Это всё абсолютно понятно, и таким образом мы достигаем целей, указанных в Конституции. 22 октября Суцатверсма примет решение о том, как рассматривать это дело в устном или письменном процессе.